Субтитры делал DimaTorzok Согреваемся вместе в хорошей компании и темы нашей сегодняшней программы – время красоты. Как не с понедельника начинать что-то менять в своей жизни, кто-то бросает курить, кто-то садится на диету, ну а кто-то, может быть, решает что-то изменить в себе и для кого-то, может быть, это самое время пришло, время красоты. Телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните нам, не стесняйтесь, задавайте вопросы нашим сегодняшним специалистам. Ну и для вас мы тоже приготовили вопрос, и даже за вопрос, точнее за ваши ответы мы приготовили удивительный сертификат, сертификат косметологу, о котором расскажу чуть позже. Но вопрос мой для вас звучит так. Расскажите, поведайте нам о своем рецепте красоты. Может быть, у вас есть какая-нибудь процедура, какая-нибудь, не знаю, традиция, ритуал, от бабушки ли досталось, может быть, от сестры, от мамы, которая вам помогает выглядеть красиво и замечательно. Поделитесь своим рецептом красоты. Звоните 202-11-22. Нет возможности позвонить, пишите нам в группу ВКонтакте программы «Универсальный формат» в режиме онлайн. Есть у меня планшет с доступом в интернет, буду заходить и читать ваши комментарии. Создана специальная тема у нас на стене. Ну что, время красоты, и здесь у нас специалисты, которых я сейчас буду вам представлять, наши гости. Давайте знакомиться. С нами здесь косметолог Татьяна Храмова. Здравствуйте. И Александра Игеазарян, клиентка Татьяны. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, вот зима какая-то, может быть, у кого-то плохое настроение. Тем не менее, мы говорим все-таки о красоте, о рецепте красоты. Татьяна, ну вот есть ли какой-нибудь, не знаю, бабушкин рецепт, дедушкин, мамин, какой-то проверенный, который вот вы всегда делаете? Ну, может быть, не часто, но прибегаете иногда. Ну, конечно, секрет красоты, это интересует многих. И я бы так сказала, что самый главный секрет заключается в том, что все средства по уходу за лицом необходимо наносить регулярно, ежедневно. Это достаточно, можно сказать, серьезный труд, но в этом и заключается секрет красивых и ухоженных женщин. Систематически. Систематически, конечно. Не лениться. Да, это правильный домашний уход. Ну и, конечно, профессиональные процедуры, которые помогут всегда оставаться молодой и красивой. Ну, вот не грешили ли когда-нибудь народными средствами? Не знаю, умываться овсяным каким-нибудь таким вот кашицей или мыть голову луковой, шелухой? Нет такого? Вы знаете, нет. Я приверженница более профессионального подхода к уходу за лицом. Александра, у вас какой рецепт? Есть ли какая-нибудь процедура, традиция в вашей семье? У вас, у мамы, у бабушек? Не знаю. Лично у меня традиция теперь появилась ходить к моему любимому косметологу Татьяне. То есть, все, решили все проблемы. Ничего дома не буду делать. Пойду-ка я схожу, отдохну, да? Конечно. А дома это правильно подобранный уход, косметика. Конечно, как сказала Татьяна, регулярно. Ну, то есть, никогда не грешили, не мыли волосы, перекись водорода, ромашкой, не знаю, там чем-то еще, какими-то укрепляющими средствами, какие-нибудь парафиновые в ванночке дома или что-то, соль какая-нибудь? Ну, нет. Ну, с волосами я люблю масочки и шапочки. Походи, мама. Масочка и шапочка, да. Я вот люблю, как уже девчонкам рассказывала до эфира, нанести какой-нибудь увлажняющий крем, носочки и спать. Вот для меня лучшего, комфортного какого-то выхода из ситуации, когда все сохнет в такое зимнее время. Ну, нет. Звоните нам, друзья. 202-11-22. Косметолог, да? Такая удивительная профессия. В чем она заключается, с чем связаны вообще кто такой косметолог? Ну, не секрет, что молодая, здоровая, красивая кожа – это часть нашего успеха, нашей уверенности в себе. Потому что человек, который всегда хорошо выглядит, естественно, он уверен в себе и, можно сказать, счастлив и успешен от этого. И поэтому здоровая кожа и косметолог – это вещи такие неразделимые. Потому что именно косметолог, как специалист, помогает подобрать правильные уходы за кожей, делает грамотные рекомендации и помогает решить те или иные проблемы. И в данный момент существует большое количество программ, которые помогают справиться с любыми проблемами с помощью эстетической косметологии. Вот, как я уже сказала, сегодня понедельник. Многие с понедельника начинают новую жизнь. И кто-то нас сейчас, может быть, смотрит и говорит, ага, время красоты пришло, хочу-ка я, наверное, сходить к косметологу. И многие боятся, думают, сейчас придет косметолог, что-нибудь меня заколет туда, что-нибудь намажет, я буду с красным лицом ходить. Ну вот с чего начать? Вот пришел человек в кабинет. Страхов невероятное количество. Вот с чего вы обычно начинаете, новички к вам приходят? Ну, естественно, психологический аспект, он такой очень важный. Сначала мы садимся на уютный диванчик, знакомимся и прежде всего начинаем с консультации. Я выявляю потребности клиента, то есть задаю вопросы, что не нравится в состоянии кожи, какие проблемы хотели бы они решить. И зачастую, как бы, проблемы возрастных, например, клиентов, то есть это любые признаки старения, морщинки, потеря тонуса. Молодежь, конечно, естественно, интересует какие-то способы чистки лица, это жирная, проблемная, может быть, кожа. В последнее время стала очень актуальна косметология беременных и молодых мамочек, потому что это отдельная такая категория, скажем, наших любимых женщин. Во время беременности, во время кормления грудью не все процедуры могут они себе позволить, но, тем не менее, ухаживать за кожей нужно и обязательно, так скажем. Многие мамочки не высыпаются, естественно, от этого и цвет лица, и тонус, и вообще плохое самочувствие. И здесь на помощь приходят потрясающие нейроседативные релаксирующие массажи, освежающие масочки, которые можно и во время беременности, и во время кормления грудью. Потом, после того, как мы выявили проблемы, то, что мы хотели бы скорректировать, я подхожу уже профессионально к диагностике кожи. Для себя, как для профессионала, смотрю, что я могу предложить клиенту. Нет, конечно, это не больно и приятно. Потом мы переходим к аспектам здоровья, потому что это очень важно, исключить какие-либо противопоказания к процедурам. То есть опрос какой-то проводите? Обязательно. Мы заполняем анкету, карточку клиента, где у меня на будущее тоже сохраняется вся информация о клиенте. Это может быть аллергия на какие-то препараты, какая-то личная непереносимость клиента чего-либо, какие-то пожелания. Свои пометки. Да, после этого мы уже непосредственно переходим к тому, что я даю рекомендации. Мы выбираем программы, которые клиенту будет удобно и финансово, что очень актуально в наше время, и, конечно, по времени. То есть подбираем так, чтобы клиенту было удобно. Это могут быть какие-то курсовые программы, это могут быть одноразовые программы, либо мы выбираем какую-то периодичность, с которой встречаемся и по мере необходимости меняем процедуру. Ну вот хочу, Александра, спросить, с чего начался ваш поход к косметологу? Мой поход к косметологу начался давно, еще в подростковом возрасте. И тогда у меня страхов не было, у меня была цель решить мою проблему. Но с того времени, сколько косметологов я не перепробовала, в каких косметологиях я только не была, это просто страшно вспомнить. И поэтому, вот, когда меня пригласили к Татьяне, вот здесь у меня были все сомнения и страхи опять. Кто-нибудь такой, что-нибудь наковыряет не то. Ой, это было очень... такое волнение у меня перед походом, но страхи развелись, как только я пришла, как только мы начали беседовать и разговаривать с Татьяной. А после процедур, так вообще. То есть, это для меня просто открытие, на самом деле, в косметологии. То есть, это несравнимо с тем, что я вот делала раньше со своим лицом. Ну что вот вы у Татьяны делаете сегодня, если не секрет, поделитесь какими-то своими впечатлениями, эффектом? Ну, я делала различные пилинги. Страшное слово, которое многих так пугает. Да, кстати, я тоже очень боялась этого пилинга, но на самом деле ничего страшного в этом нет. Это очень хорошая процедура. Кожа после нее чувствуется обновленной, такой свежей. И, то есть, пилинг работает он не только вот в момент, когда находишься у косметолога, а потом, в течение недели, то есть, просыпаешься и чувствуешь, что кожа обновляется, обновляется, день за днем. То есть, он работает и после сечения. Да. Вот. Еще я делала ультразвуковую чистку. Тоже звучит страшно. Я хотела бы развеять вот этот миф, то, что все тоже боятся, есть опасения делать это. Вообще, чистка и пилинг, многие говорят, ой, не пойду, наверное, там надо неделю. Неделю брать отпуск, а на людей не показываться. Так ли это? Да, да. Вот я и решила попробовать. Это совершенно нет. Желание недели отпуска? Нет, совершенно не так. Вот. Я работаю публично, то есть, для меня тоже очень важно, чтобы не было никаких аллергических реакций, покраснений и всего прочего. Но нет никаких реакций, никаких покраснений, ничего. То есть, можно сразу же выйти в люди и ничего страшного, никого не напугать. То есть, наоборот. Здорово. Ну, я хочу немножечко поиграть с нашими зрителями. Тоже сегодня раз у нас тема красоты. Эх, прекрасную фотографию я вам приготовила для того, чтобы вы угадали, какой же фильм мы загадали. И вам билеты в кино достанутся в случае первого правильного ответа. Смотрим мы сейчас на экран. И что же мы там видим? Какой, может быть, кадр из фильма для вас специально загадан? Звоните. 202-11-22. Ну, вот сейчас зима, да, какие процедуры в такую стужу, в такой мороз можно делать? Какие, может быть, порекомендуете процедуры? Да, безусловно, кожа зимой, она становится у нас другой. Она становится более сухой. В некоторых моментах она даже шелушится. И здесь мы подбираем больше такие питательные уходы. Это и питательные маски. Это сейчас зимой очень актуальны идут термомаски. То есть это маски, которые нагреваются и помогают коже впитать больше питательных веществ от маски, которую мы наносили до. Кожа после этого обновляется, становится такая мягкая, упругая, шелушение уходит. Также пока сейчас идет зима, очень актуальна тема пилингов. Есть пилинги и всесезонные, и те, которые мы используем все-таки в более зимний период. Но что касается, опять же, пилингов, развеиваю вот эти вот мифы, что это не страшно, не больно, что они очень даже такие приятные на лице. То есть они образуют такое некое тепло на лице, клиент не ощущает никакого дискомфорта. Ну вот пилинг прошел, человек встал, пошел домой. Не будет ли там, как многие думают, слезать кожи кусками, потом там что-то там, кошмарные ожоги или что-то еще? Да, к сожалению, как бы вот мифы о пилингах их очень много. И могу их развеять, то есть вот то, что вы перечисляете, это относится к срединным пилингам, после которых, да, можно брать там недельку на реабилитацию и так далее. Но мы говорим сейчас тоже о поверхностных пилингах. И за счет того, что они достаточно мягкие, щадящие, да, то есть никаких шелушений, покраснений, никакого дискомфорта не будет. Более того, их делают даже вот возрастные дамы любят делать на выход, как процедура, потому что кожа после пилинга сразу сияет, она начинает дышать, она становится очень обновленной, и это видно после первой процедуры даже. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Ольга, ну, давайте сначала мы вам зададим вопрос, потом уже ваш ответ послушаем. Ольга, ну, есть ли какой-нибудь народный рецепт у вас красоты? Может быть, что-то делать, какую-то маску, собственно, ручно готовите? Ну, вы знаете, я обычно такие рецепты смотрю в интернете, просто я особо не знаю. Ну, вот, что, может быть, вам недавно прям очень-очень хорошо помогло? Ну, я затрудняюсь сказать. Понятно. Ну, такой вопрос. А бывали ли вы когда-нибудь у косметолога в кресле? Да, конечно, бывало. Ну, и как ощущения, как впечатления? Ну, мне очень понравилось, да. Понравилось. Ну, это замечательно, что хорошее, позитивное впечатление. Только мы сегодня загадали еще для вас такую загадку, кинозагадку. Что же за красотки там изображены у нас на экране? Давайте смотреть. Ну, это из фильма «Морозка». Конечно, мамаш, ты мне брови-то замашь. Помните? Красоту делали невероятную. Спасибо вам за звонок, отправляйтесь в кино. Ну, а у нас для вас тоже есть, друзья, призы, сертификат к косметологу, к Татьяне. Если вдруг вы с нами решите поделиться своим секретом красоты, своим рецептом, звоните, наградим самых активных и, может быть, чей рецепт нам очень понравится и косметолог его одобрит. Звоните 202-11-22. И пишите, да, к нам обязательно в группу ВКонтакте. Тоже наши комментарии там будут отображены. Если нет возможности позвонить, пишите. Татьяна, ну вот мы, если поговорили про процедуру, очень многих цена вопрос тоже волнует, потому что и кризис, чтобы его, как говорится. Ну и вообще просто, действительно ли косметология дорогостоящая вещь? Вы знаете, могу сказать, вот по ценам своего кабинета красоты, здесь вопрос очень такой для всех подходящий и интересный, потому что у меня очень много и студентов, которые могут себе позволить какие-то уходы, и домохозяйки, это естественно, и, конечно, работающие деловые дамы. То есть в арсенале моего кабинета очень много процедур, которые вот себе любая категория женщин может позволить. Эти процедуры могут быть от простых классических масок, которые тоже являются косметологическим уходом, до хороших таких люксовых программ. Вот, поэтому каждая женщина сможет для себя подобрать ту процедуру, которая вот ей по финансам будет комфортна. Я стараюсь всегда подобрать с учетом, естественно, финансов клиента, но чтобы эта процедура была эффективна. Полезно, эффективно. Нам написала наша зрительница Светлана Зарубина по поводу своего рецепта красоты, уж позвольте, зачитаю. Для волос отлично используют желток яиц, можно мыть голову вместо шампуня, и волосы становятся гладкими, пышными и шелковистыми. А еще есть отличная маска, намного лучше покупных, и главное, все натуральное. На волосы средней длины нужно использовать два желтка, одну столовую ложку лимонного сока, добавить одну чайную ложку репейного масла, и все это втереть в голову. Держать минут 30, потом смыть теплой, негорячей водой. Результат потрясающий. Волосы дольше остаются чистыми, быстрее растут и имеют здоровый вид. Ну, практически профессиональный язык. Замечательно. Если у вас, друзья, есть свои рецепты красоты, звоните нам или пишите в нашу группу ВКонтакте. Программа «Универсальный формат». Ну вот, если уже говорить, допустим, про какие-то конкретные программы, нас смотрят зрители и зрительницы разного возраста, мужчины, женщины. Если начнем все-таки говорить, например, от молодой кожи, да, что сделать можно с молодой кожей, какие процедуры, вот прямо если перечислить, полезные? Самое главное, конечно, для молодой кожи это не навредить, потому что молодые люди, молодые девушки начинают слушать своих подружек, вычитывать в интернете какие-то невбывалые такие рецепты. И, к сожалению, ко мне уже приходят с кожей поврежденной. Зачастую очень часто считают, молодые, опять же, вот девушки неопытные, если кожа жирная, если кожа проблемная, ее можно протереть спиртом, перекиси водородом. Да, чтобы ее пересушить. И с этим приходят очень часто. И, к сожалению, картина получается достаточно печальная, потому что кожа, она как уже заложена, если она идет, например, по комбинированному жирному типу, а мы добавляем еще сухость и обезвоженность. То есть такой кожей работать и восстанавливать достаточно сложно, потому что у нас встречается на одном лице два типа кожи. Соответственно, мы больше тратим время на восстановление. Вот. Что касается молодой кожи, всегда рекомендую правильный домашний уход. Это очень важно очищать кожу и, опять же, очень важно ее увлажнять, потому что количество воды, которую мы должны потреблять, да, мы очень часто нарушаем вот этот вот водный баланс. Надо скачать приложение себе в телефон и пить. Да, и пить. Это очень, конечно, полезно и важно. И очень важно, какая бы кожа ни была, она по какому бы типу сухая, комбинированная или жирная, то есть вот очищение, увлажнение кожи – это самое такое важное для молодой кожи. Ну и, конечно, обязательно профилактические чистки, то есть вот застремь внимание на ультразвуковой чистке. Многие боятся чисток ручных, механических, так скажем, да, и их как бы страх, он оправдан. То есть это достаточно неприятная процедура, и, к сожалению, она затрагивает сосуды, то есть капиллярчики, они лопаются. Лопаются, да, это, конечно, такая вот неприятная, и после нее, как говорят, лицо красное три дня, там много еще больше высыпаний и так далее. Что касается ультразвуковой чистки, процедуру, клиенты ее очень любят. Вот у нас Александра поделилась, да, ей понравилось. Процедура абсолютно безболезненная, она очень комфортная, после нее можно спокойно встать и пойти там на улицу, заниматься своими делами и так далее. Но все клиенты отмечают, что кожа после чистки-то, она начинает дышать, и это на самом деле так. А для взрослой кожи? Для взрослой кожи, кожа после 35, после 40 лет, тоже очень много лифтинговых программ. Кожа это уже немножко другая, естественно, она отличается от молодой кожи, и потребность ее тоже другая. Существует достаточно много способов, чтобы кожу держать в тонусе, в том числе это массажи. Всем известен испанский массаж, который славится хорошим лифтинговым эффектом. После курса массажа клиенты отмечают, что морщинки разглаживаются, возвращается тонус. Все отмечают, что овал лица очень хорошо подтягивается. И, конечно, во время массажа мы затрагиваем зону шеи, зону декольте, которая тоже разглаживается. Липотата какая! Да, становится очень красиво. То есть клиенты отмечают, глядя на себя в зеркале, конечно, изменения на лицо. Ну и также для возрастных клиентов это большое разнообразие пилингов, которые помогают улучшить цвет лица, структуру кожи мы обновляем, естественно, и разнообразные маски. То есть начиная от классических масок, это такие кремовые маски, которые как раз и на глубокое увлажнение, на глубокое питание. И очень разнообразен рынок сейчас вот как раз косметологических услуг по маскам. То есть это могут быть коллагеновые листы, где у нас содержится натуральный коллаген, который идет для глубокого увлажнения кожи. Это могут быть новые гипсовые термомаски. Звучит тоже страшно. Звучит страшно, но на самом деле очень приятная процедура. Гипсовая масочка нагревается, то есть клиент ощущает хорошее такое тепло. Альгинатные маски, которые служат для хорошего такого лифтинга. И шикарные процедуры с пластырными масками, которые дают тоже очень такой видимый лифтинг. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Людмила. Людмила, я так понимаю, вы хотите с нами поделиться своим рецептом красоты? Да. Давайте. Здесь уже сказала косметолог, что нужно пить воду. И кроме этого, я хочу добавить, что такой рецепт салата красоты. Так как наша кожа, это результат того, что мы кушаем. Я советую рецепт салата красоты, который можно употреблять каждый день на завтрак. И длительное время, и тогда это скажется на ответилице, а вообще это действительно проверено. Рецепт такой. Утром, значит, до завтрака и после завтрака можно маленькую чашечку от ворошуповника выпить. Салат состоит из 2 столовые ложки геркулеса, заваренного сипетком. И в эту как бы кашку добавится 2 ягодки сухофрукта куриге, чернослива, 2 дольки апельсина, 2 грецких орешка и ложечку мёда. Ну, это прям полноценный завтрак. И передать на завтрак, это очень сытно, вкусно. И очень хорошо потом цвет лица и вообще кожа становится очень хорошей. Спасибо вам большое за рецепт. Что ж, у нас так незаметно пролетела уже большая часть программы. У нас впереди ещё замечательный визажист, который расскажет о тенденциях макияжа 2015 года. О том, как, может быть, преобразить себя и посмотреть на себя с другой стороны. Ну, а если есть у вас какие-то вопросы к нашему косметологу, смело можете искать все контакты у нас в группе. Я думаю, что с большим удовольствием Татьяна вам ответит на все вопросы и проведёт бесплатную консультацию по телефону. Спасибо вам большое, что пришли. Красоты вам. Ну, а вы, друзья, не переключайтесь. Впереди у нас ещё для вас приготовлены даже призы и подарки. Гороскопу не доверяю. Потому что не могу представить, что целый месяц рождаются одинаковые люди вот из этих позиций. Гороскопы, да, они как-то совпадают. Это же наблюдение людей. Раньше верила, когда молодая была, а сейчас какие мне гороскопы. Нет, мне некогда на них смотреть. Я думаю, это чепуха. Отчасти верю, да. Ну, что-то сходится, что-то бывает, что сходится. Там сказали, что будет у меня подарок или денежный, или что-то. И да, мне наконец-то вернули мой долг. Сделали подарок мне. Вот я очень верю в гороскопы. Нет, гороскопы я не верю. Почему? Ну, не знаю. Никогда этим не увлекался. Никогда не следил за ними просто. Откровенно говоря, я не очень верю в гороскопы. Ну, не знаю. Но иногда, порой, бывает очень интересно. Вот сейчас вот была в гостях недавно. Его там читали на этот, сказать, мой гороскоп там. Ну, что-то, говорю, может быть где-то и бывает совпадение. Ну, так сказать, где-то что-то просто интересно. Не очень. Ну, почему-то они не совпадают, к сожалению, в моей жизни. Вот сколько читаю, все не для меня. Они же пишутся для многих людей. Может, кому-то они в кон. А мне вот нет. Честно говоря, нет. Не склонен. Да, верю. Сбывается. Ну, например, что сбывается? Сбываются мечты в данном случае. Ну что, у нас время красоты. Совсем скоро здесь в студии вы увидите в режиме реального времени, как преображается наша сегодняшняя героиня. Ну, а для вас, друзья мои, у меня тоже есть еще один вопрос. Разыгрываем пригласительный билет на концерт «Филармонию» 31 января. Грушинское трио выступает. И для вас вот какой вопрос. Когда же состоялся первый, самый-самый первый Грушинский фестиваль? В 88-м, в 78-м или в 68-м году? Звоните. И билет на юбилейный концерт «Грушинское трио» достанется вам. Ну, а у нас здесь очередные гости, прекрасные барышни, визажист уже за работой. Екатерина Салимова, Катя, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодняшняя наша модель, зрительница, которая на мой призыв о поиске модели на сегодняшний эфир откликнулась с большим удовольствием, Наталья Прептеченская. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, наверное, мы начнем разговор свой с Катериной. Катерина, ну вот вы сейчас уже работаете, да? Что вы уже успели сделать за эфиром, пока мы тут о красоте с девчонками разговаривали? Предварительно мы нанесли на кожу увлажняющую базу, так как сейчас зима. Кожа у нас испытывает некоторые такие стрессы. И могут быть шелушения на коже. Обязательно нужно использовать увлажняющую базу под тональный крем. Тональный крем мы тоже использовали не очень плотный по своей текстуре, тон флюид. Вот, так, чтобы он не подчеркнул какие-то шелушения, если они есть в лице. И немного увлажнил кожу. Так, какой, может быть, вы отметили для себя, Катя, тип лица у нашей героини? Что-то вы вот корректируете уже даже. Мы под скулу наносим румяна, такого орехового-коричневатого оттенка, чтобы подчеркнуть более линию скулы. Так, у Наташи не такое лицо, которое нуждается в какой-то там коррекции. Мы просто подчеркиваем, как бы, природные линии. Нужно помнить, да, что вот такой оттенок румяна наносится только на подсколовую линию, на яблочко, щек для свежести. Мы наносим уже совершенно другой оттенок. Это могут быть розовые, персиковые. Мы возьмем такой нейтральный розовый. Наташа, ну, у меня такой вопрос. Вы уже договорились, какой макияж вы будете готовить? Куда вы сегодня с ним отправитесь, если не секрет? На работу? Нет, не на работу, но я обязательно придумаю что-нибудь интересное на вечер и воспользуюсь вот такой вот возможностью быть красивой, показать это другим. Здорово. Ну что, друзья мои, я вот, готовясь к эфиру, пока у нас тут идет, как говорится, такой вот замечательный онлайн-макияж, для вас подготовила пять трендов, которые очень актуально представлены во многих мировых средствах массовой информации, как раз таки посвященных моде и красоте. В частности, это такие журналы, как Vogue, Elle, они вовсюду рубят о этих пяти трендах. Я предлагаю сейчас фотографии посмотреть, а я вам коротко расскажу, что же за тренды, которые мы... Ну, во-первых, это тренд Total Nude, так называемый. Вообще макияж полностью практически естественный, но в нем главную роль, конечно же, играет безупречная, совершенная кожа лица с эффектом сияния. Не обойтись, конечно, тут без трудовых таких вот затрат, очень много времени потратить, чтобы вот такой эффект сияющей кожи, практически как будто бы отсутствует макияж, создать. Возьмите на вооружение, очень нежно и женственно смотрится. Еще один тренд – это красные губы, причем яркая красная помада матовых оттенков. Это прям абсолютный хит во многих фотосессиях. Многие звезды на красных дорожках именно так собираются и красную помаду наносят. Причем можно и как раз-таки только один такой яркий штрих сделать. Безупречная светлая кожа, красный цвет на губах, драматично, но от этого не менее прекрасно. Выбирайте, у каждой девушки должен быть обязательно свой красный. Тени мерцающие, очень как раз-таки актуальны в этом сезоне. Может быть, к вечеру как раз-таки на какое-то мероприятие, я не знаю, ближайшие праздники, это вечер встречи выпускников, и 23-14 февраля, имейте в виду, днем немножечко такой яркий макияж, чуть-чуть, вечером добавляете блесток, и вот они, блестящие тени. Также обратите внимание на стрелки, так называемые кошачьи глаза или очень красивые цветные стрелки с помощью лайнера, интенсивная подводка по линии роста ресниц в ретро-стиле. Очень как раз-таки многие дизайнеры и модные показы как раз-таки на моделях было это заметно, причем заметны яркие лайнеры. Ну и, конечно, кошачьи глаза, чувственные, которые как раз-таки всегда выделяются на лице наших замечательных девушек. Ну и, может быть, вы уже обратили внимание на необычные какие-то удивительные ресницы. Вот мы видим сейчас известную модель 21 века, твиги, паучьи лапки, наращенные ресницы какие-то, ресницы вот такие какие-то спутанные, быть может, они аккуратно накрашены, но тем не менее это тот самый тренд, который как раз-таки многие дизайнеры и визажисты отмечают. Ну, в общем, если вы записали, милости просим, может быть, у вас сейчас родится какой-то свой рецепт красоты, звоните нам, 202-11-22, и вопрос по-прежнему для вас актуален. Когда же состоялся первый грушинский фестиваль, и у нас есть уже пытливый зритель. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Яна. Яна, очень приятно. Яна, ну у вас есть свой рецепт красоты какой-то? Да, особого рецепта нету, все, натуральная, натуральная красота. Встала и пошла? Ну, не совсем, конечно. Ну, вы идете умываться, потом наверняка что-то, какой-то макияж наносите для себя. Ну да, легкий макияж, да. Понятно. Ну, это вот редкий женщина, молодец, Яна. Ну что, отвечайте на вопрос, в каком же году состоялся первый грушинский фестиваль? 1968-й. Конечно, 1968-й, по Тольятти, именно там состоялся первый грушинский. Вам достается билет на юбилейный концерт «Грушинская трио» в филармонию 31 января. Спасибо за звонок. Ну что, у нас тут уже какой-то процесс двигается дальше, движется дальше. Что делаете, девочки, что уже успели сделать? Мы, мы совместили, я бы сказала, несколько трендов этого сезона. Хочу еще отметить, что тренды будущего сезона как бы плавно переходят из прошедшего сезона в наступающий. Ну-ка, чем еще? Что еще мы забыли сказать? На самом деле, вы все учли, макияж нюд также популярен. Поэтому мы как бы, можно сказать, используем такой легкий дневной макияж, но при этом мы возьмем такой достаточно яркий оттеночек, но смягчим это не помадой, а добавим как бы капельку блеска. И получится отличный дневной вариант. Катерина, ну как так случилось, что вы решили стать визажистом? Это же ведь не просто так в один прекрасный день пришло? Или в один прекрасный день? Можно сказать, и в один прекрасный, можно и не в один прекрасный. Вообще мне очень, как бы, можно сказать, с детства, с подросткового возраста очень нравилось на себе это все пробовать. Нравилось там... Мамину косметику, наверное. Да, и вообще там подружек, красить там других. Но я никогда не рассматривала это, то есть как свою будущую профессию. Вообще раньше работала в туризм, как бы, закончила университет сервиса. Но так случилось, что произошло несколько так событий, я вышла замуж, перед свадьбой уволилась и стала искать себя, можно сказать. И тут... То есть такая перемена в жизни. Да, полная перемена в жизни. Я вспомнила как-то, что вот, а почему бы и нет. И с тех пор пошло, то есть уже 4 года я этим занимаюсь, мне очень все нравится. Понятно. Ну вот приходит невеста, да, у нас есть, кстати, работы, Катя, давайте мы их посмотрим, пока девчонки здесь занимаются. Приходит невеста, вот сейчас что хотят современные барышни в своем свадебном, например, вечернем образе? Вы знаете, по-прежнему, в принципе, популярно остается акцент на глазах все-таки у невест. Вот сейчас вот очень модно, так, европейские образы, когда собраны волосы, большие серьги и яркие глаза выразительные. Брови имеют ли такое вот важное, стратегическое, я бы сказала, значение в макияже? А вот, вы знаете, я всегда говорю своим невестам, мне кажется, брови, это чуть ли не 70, может быть, даже 80 процентов, имеют важность в лице. Если с бровями и порядок, то никакой макияж не спасет. Поэтому, да, не переборщить, потому что у нас порой девушки либо совсем тоненькую-тоненькую ниточку, как в служебном романе, бровь должна быть изумленно приподнята, либо вот выращивают какие-то невероятные кусты у себя. Но, тем не менее, каждая индивидуально и каждая, мне кажется, достойна чего-то такого, чтобы уж периодически ходить на коррекцию бровей, это действительно актуально и важно. Ну, вот, допустим, если придет к вам девушка, да, и скажет, я вот принесла картинку, такой вот хочу макияж, а вы видите, что, ну, не тот тип лица, не тот цветотип, например, или что-то еще. Будете ли вы спорить и, допустим, предлагать свои варианты? Как это происходит? Да, конечно. В любом случае, когда невеста приходит на пробный макияж, а пробный макияж рекомендуется перед свадьбой, мы обсуждаем. То есть у меня невеста многие спрашивают, а я сама должна придумать макияж или вы мне подскажете? Как это должно быть по-правильному, так скажем? Ну, я не могу сказать, что есть какое-то правило, просто некоторые невесты, они знают, что хотят. А некоторые невесты приходят, они вообще не знают, что хотят. Мы в любом случае, если есть какие-то пожелания, я их, несомненно, выслушиваю, предлагаю что-то свое, и уже в процессе разговора мы приходим к общему какому-то результату. Если невеста совсем не знает, чего хочет, я предлагаю, говорю, что ей будет хорошо, можем даже попробовать там два варианта и остановиться на том, который ей нравится. Я всегда считаю, что самое главное, чтобы невесте было комфортно в день своей свадьбы. У меня даже бывают такие случаи, когда я иду немного на поводу, хотя я знаю, что, не знаю, ну что-то как будто бы я изменила, но вот невесте так комфортно, и она не может. Потому что она всю жизнь, например, подводила глаз внизу, или всю жизнь красила нижние ресницы, хотя они у нее там очень длинные и не рекомендуется. Но вот она будет думать об этом весь день, где ее ресницы, да, и тогда я сдаюсь. Понятно. Ну вот такой вопрос, может быть, например, бывает ли так, что, допустим, какие-то тренды, тенденции очень экстремальные вы используете, я не знаю, там, невероятные цвета? Ну, честно сказать, в таком коммерческом макияже, то есть для клиентов, у меня мало таких желающих, я в основном это для души. Для фотосессий каких-нибудь. И даже вот для фотосессий, либо просто вот еду на работу, зову там девушку знакомую, какую-нибудь модель, и творю. Просто это, просто для себя, даже не для фотосессий, там, сфотографировать на свой автопарад, и вот просто вот получу удовольствие. Так, у нас тем временем здесь уже появились брови. Да. Брови, я считаю, что как бы вот несомненный атрибут даже, ну, дневного макияжа, по сути, там может быть в дневном макияже только тон, выровненное лицо, либо там BB-крем какой-то. Обязательно должны быть брови, какие-то румяны, можно даже обойтись без вот подчеркивания скулы, но освежающий цвет румяна обязательно должен быть. У нас две минутки. Так. Так, все, мы уже заканчиваем. Наталья, как ощущения? Ощущения приятные, очень интересно посмотреть на окончательный результат. Вот как раз-таки про окончательный результат. Часто ли бывает так, что, допустим, барышня, видя себя после макияжа вот вашего какого-то, говорит, боже мой, это кто это я, я не узнаю себя. Как вот с этим быть? У себя в кабинете я, несомненно, работаю перед зеркалом, поэтому все барышни видят, как они выглядят. То есть не было такого, отвернули от зеркала и красим-творим. Вот у нас сейчас Наталья в неведении просто находит. Наталья, у нас замечательные зеленые тени, прекрасные, синие. Ну, нет, конечно, я лукавлю, все очень, кстати, вот у меня сбоку, по крайней мере, видно, что все очень естественно и натурально. Вот восприятие человека самим собой и восприятие визажиста, ведь это разные вообще абсолютные взгляды на лицо. Бывали ли, что вот действительно у людей шок там до слез, до каких-то невероятных, просто замечательных эмоций, что он не видел себя таким, а вы вот его таким сделали? Вы знаете, да, у меня не было таких случаев, когда девочкам не нравилось. Бывало только так, что может быть там немного ярко, ярковато, непривычно. Она обычно за 15 минут, там, ходив там перед зеркалом, если это у невесты, например, дома, привыкает и говорит, ой, там все здорово. Но я хочу сказать, что и пожелания у невест бывают разные. Кто-то придет и говорит, мне нужно, чтобы была я, чтобы меня не меняли. А кто-то приходит и говорит, накрась меня так, чтобы меня мама родная не узнала. Ну что, у нас 20 секунд, наверное, сейчас, пока я прощаюсь и говорю всем нашим участницам спасибо. Наталья с замечательным своим прекрасным видом показывает, что мы успели сделать натуральный макияж. Наташа, можете посмотреть вот в камеру напротив. Человек абсолютно не изменился, но как-то засиял. И все это благодаря Екатерине. Кате, большое спасибо, Наталья. Посмотрите на себя обязательно после эфира. Я думаю, вам понравится, мне нравится. Замечательно. Всем спасибо, будьте красивыми, будьте здоровыми. И, конечно же, ухаживайте за собой, за своей кожей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин